Привет, друзья! Благодаря событию «Поврежденный пальчик» по просьбе Ларисы Николаевны мне приходится делать яблочный штрудель. Но делать я его буду по-своему, а вы в комментариях скажете, понравилось вам или нет, раскритикуете, раздолбаете или похвалите. Короче, проследите за процессом и вынесите свой вердикт. Итак, приступаем. Сначала мы надеваем шапочку, чтобы, не дай бог, в тесто не упало никакой волосок. И тесто мы будем замешивать так же, как обычно я делаю на милину, за исключением, что к двум ложкам растительного масла, ну вот примерно вот так, две ложки, мы добавим грамм 20 сливочного масла. Так как штрудель сладкий, сливочный вкус, я думаю, ему будет более импонировать. И добавим одно яйцо. Вот так. Так же, тут у меня 700 грамм муки. В муку я добавлю вот такую, одну чайную ложку сверху, или почти под нож, чуть меньше соли. Растворю ее в воде. Тут у меня 350 грамм водички. Когда вы будете замешивать, может быть у вас уйдет чуть меньше, чуть больше, это зависит от качества воды. От качества муки виноват. Итак, добавляем муку и вымешиваем вилочкой, пока не соберем все тесто в комок. Вот мы все собрали, теперь с вилочки снимем и дальше будем замешивать рукой. Подниму рукав. Так как мне нужно твердо замешанное тесто, чуть-чуть не угадал с водой. Все, немножечко добавим муки и опять вымешиваем. И так будем поступать, пока не получим нужной консистенции твердый замес теста. Тесто мы уже муку собрали, еще пару минуток вымесим, чтобы хорошо вымесилось и оставим отдыхать. Ну вот мы тесто вымесили, видите, миска практически чистая. Еще вот так покрутим, соберем, чтобы она была, чтобы даже мыть ее не надо было. вот так. О! Неплохо, да? Вот тут сотрем. Вот, теперь мы возьмем немножко оли, смажем, чтобы не прилипало тесто. Чуть-чуть смажем сверху, чтобы не совсем обсыхало еще капельку. Вот так. О! накроем его и оставим на полчасика отдыхать. А тем временем Лорка приготовила яблочки, почистила. Здесь я взвесил 360 грамм. Значит, надо их карамелизировать, поэтому мы насыпаем сахар из расчета одну столовую ложку на 100 грамм яблок. Ну, я поставлю 4 столовые ложки. Немножко разойдем, чтобы равномерно было, и включаем плитку на полную мощность. И как только она начнет карамелизироваться сахар коричневым, мы добавим масло сливочное, тут у меня где-то 25 грамм, и затем яблоки. В яблоки мы насыпаем третью часть корицы и перемешаем. Почему сюда мы насыпаем они в сковородке? Потому что там она может упасть комком и будет в одном месте корица, а в другом корицы не будет. А так мы вот так их перемешаем и корица равномерно разойдется по долькам яблок. Процесс пошел. Вводим масло, затем высыпаем яблоки. Яблоки. И после этого мы начинаем непрерывно помешивать, чтобы они карамелизировались. Убавляем огонь, чтобы он не был таким сильным. Огонь чуть ниже среднего сделали. Яблоки минут 5-7, чтобы слегка испарилась влага, чтобы не разлезся наш штрудель. Аромат корицы и карамели и яблок. Понравится тебе мой штрудель? Уже? Таких яблочек мы сделаем две порции. Еще одну точно так же порцию мы закарамелизируем. Потому что надо яблок не меньше, чем вес муки. 700 грамм муки, значит, минимум 700 грамм яблока. Можно и больше. Зависит от того, как вы будете растягивать тесто и как вы с ним работаете. Начало заламываться яблочко, уже надо снимать, чтобы они не превратились в пюре, чтобы были нормальные. Выключаем плитку. Ох, как Лариса Николаевна хочет вкусного штруда. Она помыла три жменьки изюма. Ну, это грамм 150 их три жменьки. И мы на изюм выкладываем яблоки. Это почему на изюм еще помогает, чтобы они не прилипали к тарелочке. И даем остыть, а сами делаем вторую порцию. Друзья, сегодня я вам расскажу страшный секрет, который позволяет удивительно легко делать вытяжное тесто, потому что многие говорят, что у них не получается. С этим секретом получится абсолютно у каждого. И вы будете до последнего своего теста с благодарностью вспоминать мой совет. и так дальше приступаем. Карамель мы приготовили, тесто у нас отдохнуло, слегка его перемесим. Вот перемесил, тесто получилось как раз то, что надо, не абсолютно забитое, но и не мягкое, тверденькое, такое, какое нам надо. Теперь разделим его на порции. вот такими кусочками и из кусочков сделаем шарики. Вот мы поделили, получилось у нас 6 штучек, подозреваю, что чуть-чуть большие, но ничего страшного. Теперь мы раскатываем такие вот коржики. Теперь смазываем чуть-чуть тарелку дно олею и коржик смазываем. Да, олея, кто не знает, растительное масло, короче. И укладываем его в тарелку. И так мы все положим и подождем минут 10, чтобы они отдохнули еще раз. Следующее смазываем только сверху и кладем, потому что нижний смазан, снизу смазывать не надо. И вот мы подошли к моменту истины. легкость растягивания теста заключается вот этой ложки муки. Смотрите внимательно. Муку мы кладем вот в такое ситечко. А теперь наши коржики отдохнули. Самый нижний, конечно же, отдохнул лучше всех. Должен хорошо растягиваться. Вот нижний мы берем, снимаем, они даже поприлипались немного. Эту заберем, раскатываем его сначала немножко, чуть-чуть. Смотрим, ого, сколько олии. И вот это олия, вот это масло, оно сильно растягивает тесто, и оно рвется, поэтому мы чуть-чуть вот так слегка присыпем тестом. Немножко, не передать, и вот такое разотрем. мука впитывает масло, и создается такой более резиновый становится коржик, его можно будет легче тянуть. Казалось бы, что удивительного, что сложного, но это надо знать, чтобы потом можно было растягивать хорошо, если, допустим, вы видите, что оно, тесто еще сильно жидковато, можете чуть-чуть добавить, но если вы добавите муки слишком много, то тесто уже не будет тянуться, оно будет просто рваться, будет жесткое, как пергамент, и будет рваться, поэтому я надеюсь, что я угадал с мукой, и сейчас мы проверим, угадал я или не угадал. Я открыл совершенно недавно методом просьб и ошибок, раньше растягивал простым методом, и если плохо тянулось, то я раскатывал на столе, и просто растягивал руками, а вот сейчас мы посмотрим, как же оно будет тянуться у нас, смотрите, как оно у нас тянется, о, какое тесто, и вы его сможете вот так тянуть, казалось бы, все зависит от маленькой, там, ну, четверть чайной ложечки, может, даже еще меньше муки, чуть-чуть, присыпали, растерли рукой, и можете себе вот так растягивать тесто, оно становится лучше и способнее к растягиванию, посмотрите, какая красота, можете ее тянуть как угодно, теперь мы растянули тесто и смешаем растительное масло со сливочным, чтобы наш штрудель будет очень вкусным, многие могут покритиковать меня и говорить, штрудель совершенно не так делается, но я считаю, что делается так, как мы захотим, кулинария это творчество, и вот я творю как хочу, мое право, вот так, а потом Лариса Николаевна скажет, как она, хорошо или не хорошо, она тоже со мной поспорила, чуть-чуть, говорит, штрудель не так делается, я говорю, а я буду делать так. Ты сливочное масло и растительное один к одному смешал, чуть больше растительного, сливочное все-таки дорогое, но чтобы был вкус сливочный у штруделя. Смазываю я корж, потому что сейчас я сложу пополам, чтобы не слиплись, чтобы оно было слоеное. Наши болгарские хозяйки, конечно, они отрывают вот этот кончик, чтобы не было утолщений, и потом перемешивают и делают еще один клубочек, но я человек ленивый, поэтому я не буду отрывать, а просто так и сделаю. И вот теперь берем, складываем на половинки, вот так, по размеру примерно жаровни, противня, но если не будет по размеру, мы потом его можем растянуть, тоже процесс увидите. Тесто вот эту половинку мы тоже смажем, чтобы тоже не слипалось, когда будем сворачивать. Хоть мы карамелизировали яблоки, но все-таки у них влаги осталось достаточно, чтобы наш струдель не разлезся, был достаточно прочным, мы посыпем панировочными сухарями, они питают лишнюю влагу, и теперь раскладываем начиночку. вот так мы его раскладываем, так, на щенок будет у меня на два, но визуально дели на два, визуально дели на два, ну вот, поделил, так, теперь мы будем сворачивать, вот так мы его, раз, ого, у меня я растянул, аж свисает, и завернем наш штрубель, вот так, он будет очень слоистый, вот здесь они не слипнутся, между собой не слиплись, и так не слипнутся, и он будет очень слоистый, ну я себе так придумал, а ты потом посмотришь, так, и вот этот сюда, так, теперь жарован, щипнем, теперь, вот, если даже мы не угадали с расстоянием, посмотрим, чуть, ой, я угадал, смотри, швом, швом низ, а он заклеился, нормально, надо на низ, надо, ну вот же ж, блин, не дадут мне, вот так, нож красиво надо, красиво и так будет, вот, хорошо, главное, чтобы было вкусно, и второй штрубель рулет сворачиваем точно таким же канди-боббером что-то вылезло, вот так, раз, отсутствие опыта, надо было в самом начале кончились яблоки и слеплять, а так они вываливаются, пока я катил, вот так мы поставим еще один, и у нас место есть на третий, третий мы сделаем со сладким сыром, творогом, с творогом и с изюмом, да, все, значит, сделаем, и в третий сладкий штрудель мы сделали творог с ванильным сахаром, с изюмом и с сахаром, и с одним яйцом, и одно яйцо, ну, это Лариса Николаевна готовила, но вот видишь, я даже план перевыполнил, ты хотела штрудель с яблоком, а я тебе еще и с сыром штрудель, ну, мясо тисто так мясо, да, а что там 200 грамм муки, брат, да, 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 вот так, там высыплю весь, свернем, да, этот будет чуть толще, толще, ну, толще, и, и тут я уже опыт имею, не допущу ошибки, сразу занайтуем, зажмем края, чтобы ничего не высыпалось, и покатили, вот и третий, самый моцный, какой должен быть настоящий штрудель, аще слоистый, так, и осталось у нас еще три коржика, и что делать, традиционно, милину, готов начинку, соленый, соленый, соленый творог с укропчиком, сельцом, и 700 грамм муки, сколько мы добра сделаем, да, вес тут чувствуется, бля, походу я установил, что не раскатывая, только положили вот такой коржик, и сразу поставили немножко муки, и втираем ее, особенно в центр, края не трогать, тогда края легко будут растягиваться, и не будут такими толстыми, не надо будет обрывать, вот когда вот так растерли, потом давай раскатывать, по краям, видите, немножко еще лили, мы его раскатываем, и вот как оно хорошо растягивается, под своим весом, какая красота, какая прелесть, не так могу, бачишь, без качалки, без качалки, так, теперь рукав, поднимаем, хопа-на, хопа-на, как у меня получается, Лысенька? Отлично! Ничего не получается, он что-то всыпается, это уже в тебе хобби, да, работа с тестом? Да! Опа! Все, со стола свисает, хватит, да? Угу. А для мельнины лорка сделала сыр, творог с укропом и яйцом, подсоленный сыр. Так, еще одно и все. Вот и заключительный момент, наконец-то я отмучился, чуть-чуть прокрутим вот так ее, как Лариса Николаевна делает, и сюда ее поставим, тоже к остальным двум. И милинка наша готова, ох, чуть-чуть не влезла, ну, не поместится, не страшно. А теперь заливочку Лариса Николаевна сделала. Пару ложек сметаны и одно яйцо перемешали. Понятно. Сметана очень густая. Угу, и зальем. Все, можно отправлять в духовку. Как раз штрудель готова, отправляем милину. Делал, чтобы моя Лариса присыпала сахарной пудрой. Она говорит, твоя работа ты завершай. Ну, вот такое у нас получилось. У меня пальчик был. Вот, пальчик. А здесь слишком много творога поклав. Он чуть-чуть распластался. Но я думаю, что не вкуснее не будет. Будет очень вкусный. Прям красавцы получились. скажет вердикт Лариса Николаева. Ну, пусть остынут. Яблочные штрудель нужно кушать холодные. сладкие вообще лучше холодные. Ну, все, сделал? Ждем милину. Давай, ждем милину. Ну, что? Ты не с того начал, ты штрудель заказывал. Ну, милина сначала, она солененькая, друзья, очень вкусно, очень, ну, изумительно. Ну, как милина. Как у Ивана Афанасьевича все получается. Очень вкусная. Вот так покажу вам в разрезе. Как она получилась? Так, ну, главное, догадил я тебе... Смотрите, какие тоненькие, тоненькие лепесточки. Штруделем, догадил, чиня? Штрудель. А ты же кусочек взятый, ну, возьму вот этот. Покажу вам, вот видите, тоже, все слоеное, все слоится, все сыпется, вот видите. Так, сейчас мы его разрежем. Так, и левшой станешь. Вот такие яблочки с корицей. Как и риска. Друзья, верх блаженства. Никакого торта не надо. Минимум теста, максимум яблок, минимум работы и минимум продуктов. Минимум работы кому? Угодил? Угодил. Ну, слава Богу. Чайчик с чайом ставим и попьем. Будьте здоровы, желаем вам добра, мира, благополучия, здоровья, всего хорошего. Пока. Пока. Пока.